Худенькая девушка с большими карими глазами, которая встретила нашу съемочную группу Ольга, хозяйка квартиры в новостройке, в которую она заселилась после Нового года с маленькой дочкой. Ей к своим 19 довелось выдержать уже столько испытаний, что хватило бы на целую жизнь. Дело в том, что Ольга росла без родителей. Почему и как ее бросили, она не помнит. Я как бы этого тоже совсем не знаю, но у меня как бы в акте о подкидывании написано то, что меня в 5 лет мама оставила на рынке. После этого меня отправили в Солочинский детский дом. Оттуда меня в 8 лет забрала приемная семья. Как бы там не очень хорошо обращались с нами, заставляли работать. У нас было там 13 человек приемных. Вот. И я в 13 лет уже, когда мне там одна женщина говорит, уходи из этой семьи, я от них ушла. И обратно в Солочинский детский дом попала. Когда Ольге исполнилось 18 лет, это было в 2014 году, она, согласно законодательству Российской Федерации, должна была получить жилье. Но тогда в администрации пояснили, что денег нет. И началась двухлетняя история хождения по различным инстанциям и судам. Все это время она со своим маленьким ребенком жила на съемной квартире, на что уходила большая часть ее дохода. В конце концов, в середине декабря ушедшего года Ольгу пригласили посмотреть квартиру в новостройке на улице Песочинской. Естественно, девушка очень обрадовалась. Но получив под Новый год долгожданное жилье, Ольга не догадывалась, чем это радостное событие обернется. Нам, наверное, сказали числа 20 декабря, то, что дадут квартиры. 28-го. Мы уже закупать все начали. Как раз 28-го нам дали, мы все завезли, сюда мебель собрали. Мы здесь пока что не жили. Включили котел, и на следующий день у нас этот угол потек. И весь шкаф этот размок сзади. На подъемные выплаты для сирот она купила новый шкаф, собрала его, заказала у мастера кухню и вернулась на несколько дней на съемную квартиру, чтобы подготовиться к переезду. Через пару дней, когда она приехала с вещами, первое, что Оля увидела, это разбухший шкаф и мокрая стена, у которой он стоял. Отодвинув шкаф, девушка обнаружила, что стена покрыта льдом. Ольга тут же позвонила в фирму, которая строила дом. Пришли рабочие, утеплили стену с уличной стороны, но ситуация от этого не изменилась. Обратилась к застройщику сразу же, он подослал рабочих, просверлили дырки, из-за этого еще холоднее стало, начало дуть вот из-за этих дырок. И рабочие, они влили туда в одну дырочку четыре баллона пены, то есть сказали, что там пусто. То есть дом сейчас полностью вообще не утеплен. А еще вы приподняли линолеум и обнаружили там еще какие-то неполадки. Да, то есть там в подвал дырки оттуда очень сквозило. Застройщик предложил Ольге подождать до весны, потому что сейчас устранять недостатки не представляется возможным. Между тем в квартире действительно очень сильная влажность и холодно, несмотря на работающий обогреватель. Маленькая Алине, ей год и четыре месяца, приходится спать в одежде. В тот же день я позвонила в офис фирмы застройщика «Квант», чтобы выяснить, будут ли строители приводить в порядок квартиру Ольги. В тот же день я позвонила в офис фирмы застройщика «Квант», чтобы выяснить, будут ли строители приводить в порядок квартиру Ольги. Ситуация какая. Дом заселился перед Новым годом. Дом стоял долго. Никто никого не хотел заселять туда. Это наш дом. Ради детей-сироти мы пошли навстречу. Запустили его в морозы. Сейчас время пройдет и все будет нормально. И девочка будет жить нормально. Все будет хорошо. Девочка стоит в рубашке, а говорит, что у нее 12 градусов. Может быть вы прокомментируете это? Мне это тоже интересно. У рубашки с коротким рукавом говорит, что там 10 градусов в квартире. Но я таких девочек в первый раз вижу. Ладно, в общем, все встанет на свои места. Дом заселится, все жильцы заселятся. Все будет нормально. Мы будем следить за развитием ситуации и обязательно сообщим, каким образом разрешилась проблема Ольги. Продолжение следует...